Приветствую вас в эфире новости Карелии. Я, Данил Чиненов и мои коллеги расскажем вам о главных новостях на сегодня. Памятку вам дадим? Памятку. Опрос, рекомендации и назначения. В пряжу приехала мобильная гериатрическая бригада. Место памяти Сандермох основано на исторических документах архивных. Две книги и обе о Сандермохе в Петрозаводске презентовали работы о захоронениях репрессированных. В этой профессии мне больше всего нравится того, что ты ездишь по странам, ты можешь путешествовать. С мечтами о большой воде речное училище на день открыло двери для всех желающих. В Волонецком районе назначили исполняющего обязанности главы администрации. Им стал Вадим Николаевич Мурой. До этого он занимал должность первого заместителя главы. Его кандидатуру утвердили на внеочередной сессии местного совета, сообщает группа района ВКонтакте. Предшественник Мурова Сергей Прокопьев скончался 2 февраля. Вчера его похоронили в поселке Ильинский. Врач-гериатор, психолог и специалист по социальной работе. В таком составе впервые мобильная гириатрическая бригада выехала в один из районов Карелии. Специалисты провели прием в Пряжинской центральной районной больнице. Светлана Воробьева расскажет подробнее. Да кого тут в баню кто носит? Внук. Я не ношусь. Я иду на готовую баню. Психологу. Тестуем и схем. Опрос рекомендации, если необходимо назначение. В Пряжинскую центральную районную больницу приехала мобильная гириатрическая бригада. Специалисты госпиталя для ветеранов воин, психолог, социальный работник и врач-гериатор. Памятку вам дадим? Памятку? Каждый четвертый житель Пряжинского района человек пожилой. Здесь на 14 тысяч населения почти 4 тысячи. Это люди 60+. Сердечно-сосудистые заболевания, психиатрические расстройства и неврологические болезни. Вот далеко не полный список. Достигая почти нововозраста, каждый человек приобретает целый букет так называемых старческих недугов. Задача гириатрической бригады комплексная. Учитывая возрастные особенности, повысить качество жизни пациента, при этом, отмечает врач, многое зависит от самого человека. Я всегда рада за людей, которые в 90 лет ведут вполне активный образ жизни. Сами себя обслуживают. Начнем с этого. Они в настроении, они общительны. Потому что, когда бабушек привозят совершенно депрессивных, они уже просто-напросто настроены доживать свою жизнь. Это неправильный подход. Мы должны помочь им преодолеть вот эти барьеры, жить дальше, жить дальше достойно. Пряжинские пациенты, специалистов из Петрозаводска порадовали. Многие из них, кто пришел на прием, оптимисты. Просто чувствую себя вот я внутри, что у меня есть еще энергия. Вспоминая себя в 50-х, думаю, я вот на таком же уровне. Я очень люблю ходить, двигаться. Для меня безделье, без движения нет жизни. Душа, как будто я еще молодая. Стремлюсь, когда мне легче, так я уже стремлюсь побольше делать. Хожу, ходить люблю. Проект «Мобильная гириатрическая бригада» реализует в Республике благотворительный фонд «Здоровье Карелии» при финансовой поддержке фонда президентских грантов. Актуальность продиктована острой нехваткой врачей-гириаторов в Республике. На сегодня их можно пересчитать по пальцам одной руки. На данный момент в Республике Карелия существует гириатрический центр на базе госпиталя ветеранов, где находится один врач-гириатор и два врача-гириатора в железнодорожной больнице. Это очень острая нехватка, так как на 40 тысяч населения должно по одному хотя бы врачу. До конца года мобильная гириатрическая бригада побывает в шести районах Карелии. Специалисты будут не только вести прием пациентов, но и дадут участковым врачам информацию, необходимую для оказания квалифицированной помощи возрастным пациентам. Светлана Воробьева, Стас Шведов, Служба новостей, поселок Пряжа. Карельскую калитку забриндируют. Нужно браться и за остальное. С таким предложением выступило карельское правительство. В республике много уникальных товаров, событий, природных объектов, но немногие регистрируют бренды. А ведь это дает правообладателю серьезную экономическую выгоду, рассказал в соцсетях глава Карелии. К примеру, только недавно Суаярский хлебозавод подал заявку на правообладание брендом карельской калитки. И других претендентов предостаточно. Рыбный фестиваль Калакунда, Оланецкие игры Дедов Морозов и даже карельские петроглифы. Самое древнее изображение человека, бегущего на лыжах, чем не бренд, написал на своей странице Артур Парфенчиков. Для поддержки карельских предпринимателей правительство готово компенсировать затраты на регистрацию товарных знаков и организовать специальное обучение по брендированию. А с предложениями жителей республики попросили обращаться на сайт корпорации развития Карелии. В начале года в Петрозаводске вышли сразу две книги, посвященные Сандармоху. Издания получились совершенно разные по историческому подходу. На презентациях работ побывал Алексей Неживенок. Презентация первой из них – «Место памяти Сандармох». За авторством исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева состоялась 28 января в Петрозаводском арт-пространстве Агрикалча Клаб. В книгу вошли справки о заключенных, расстрелянных в рочи Сандармох, очерки о расстрелянных, их имена и другие материалы о жертвах и иллюстрации. «Место памяти Сандармох» – это книга, в которую включены, во-первых, списки расстрелянных в 1937-1938 году под Медгорой людей. Но не все списки, только первые три буквы А, В, В. «Место памяти Сандармох» основано на исторических документах архивных, то есть на актах о расстрелах, на других архивных источниках. Вторая книга носит название «Загадки Сандармоха. Что скрывает лесное урочище?» Ее авторы – директор Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского университета Сергей Веригин и главный редактор журнала «Карелия» Армас Машин. В ней авторы предлагают свою версию. По их мнению, в урочище Сандармох могут быть захоронены советские военнопленные, которые погибли от голода и болезней в финских лагерях для военнопленных в 1941-1944 годах. Раскопки, проведенные в урочище для подтверждения этой гипотезы, вызвали жаркие дискуссии в научном сообществе. Наша научная гипотеза основана на анализе рассекреченных и введенных в оборот архивных документов из фондов ведомственных архивов. Эта дискуссия вызвала очень большой интерес не только в нашей стране, но и в Финляндии. Там ко мне обратился известный общественный деятель, издатель Йохан Бекман с предложением издать книгу на финском языке. Русское издание представили 29 января в научной библиотеке Петргу. В том, чья точка зрения в итоге окажется верной, покажет история. Пока же у читателей есть возможность взглянуть на события того тяжелого времени с разных сторон. Алексей Неживенок, Владислав Будников, Иван Пахомов. Служба новостей. Карелия попала в число лидеров по употреблению водки. В столице республики открылся еще один каток, а петрозаводские спасатели помогают брошенным животным. Об этом и не только. Расскажем коротко. Петрозаводские спасатели в стадионе «Юность». Для любителей поскользить работает ежедневный прокат коньков. Выращивающего дома коноплю мужчину задержали в Петрозаводске. 37-летний натуралист с помощью специального оборудования производил наркотики для себя и знакомых. Полиция ищет пропавшую 2 февраля женщину. 40-летняя Светлана Лапина в день исчезновения была одета в бордовый пуховик, серую вязаную шапку и черные замшевые сапоги. Обладающих информацией правоохранители просят связаться с ними. Петрозаводские спасатели собрали 50 килограммов еды для кошек и собак из приюта «Дорога домой». Доброе дело сделали сотрудники пожарно-спасательной части номер один. Проходить профосмотр, диспансеризацию, а главное – повседневно заботиться о своем здоровье. Вот основные правила профилактики любого заболевания, в том числе и онкологического. Сегодня Карелия находится на 10-м месте по смертности от рака. Потому так важно знать, как вовремя обнаружить его симптомы. В Петрозаводске прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака. Подробности расскажет Татьяна Калиева. В начале 2020 года на учёте в Республиканском онкологическом диспансере состояло более 18 тысяч пациентов. Это около 3% от численности населения Карелии. На ранних стадиях врачам удаётся выявить практически 60% злокачественных новообразований. Один из способов – ежегодное обследование в рамках Всемирного дня борьбы против рака. Не беспокоит? Ну, вообще нет. Ну, так она хорошая. Путь от Беломорска до Петрозаводска почти 800 километров. Столько проехала Анна, чтобы проверить своё здоровье. Об акции узнала случайно. Хотела очень попасть к дерматологу-венерологу, который проводит обследование родинок на выявление, злокачественные или не злокачественные. Вот, сходила. Теперь очень счастлива, что прошла этого врача. Очень много полезного услышала. И замечательная акция. Очень бы хотелось, чтобы эта акция и к нам в Беломорск приехала. Потому что там тоже много людей, которые бы, наверное, нуждались и в консультации, и в проверке. Проблему нехватки таких специалистов в районах в Министерстве здравоохранения решают. В том числе при помощи онлайн-консультаций. Кроме того, мы внедрились прошлого года в части онкологии телемедицинские консультации. Проведены были в прошлом году 10 телемедицинских консультаций с районами республики. Одна телемедицинская консультация была с присутствием пациента. Но ждать онлайн-консультации не стоит. Болезнь можно выявить во время диспансеризации. Ее проходят раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет. После 40 лет ежегодно. К онкологам и дерматологам преимущественно обращаются с новообразованиями на кожу. Как правило, они доброкачественные и встречаются почти у каждого человека старше 60 лет. Всех приглашаем на диспансеризацию и профосмотр. Только профилактика поможет предупредить заболевание, в частности онкозаболевание. Потому что все прекрасно знают, что первые признаки заболевания, онкозаболевания, может не проявляться, человек ничего не чувствует. Обычно, потому что к врачу обращаются, когда что-то болит. Этого ждать не надо. В 2020 году наступила очередь отправляться на диспансеризацию тем, кто родился в 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999 и 2002, а также всем, кто старше 40 лет. Татьяна Калиева, Алексей Миронов, Александр Борисов, Служба новостей. Петрозаводчане смогут заплатить за проезд в автобусе картой. Предполагается, что такая возможность у жителей столицы Карелия появится к 1 июля. Для контроля за финансами до лета перевозчики будут обязаны установить на маршрутах онлайн-кассы. А это подразумевает и появление безналичного расчета. Напомним, что прошлым летом альтернативу наличным деньгам предложили в петрозаводских троллейбусах. Уже более 30% пассажиров предпочитают не носить в кармане мелочь. Чтобы установка дополнительного оборудования не повредила качеству транспортного обслуживания, городской мэрии посоветовали перевозчикам начать готовиться к нововведениям заранее. Также к июлю во всех автобусах появятся тахографы, контрольные устройства для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей. Мама, я хочу стать моряком. Интересные, но сложные профессии обучают в Петрозаводске, Беломорско-Онежском филиале Федерального университета имени Адмирала Макарова. В день открытых дверей там побывала наша съемочная группа. Красиво, но строго в соответствии с четкими стандартами, проверенными временем. Повседневную и парадную форму одежды демонстрируют курсанты Беломорско-Онежского филиала Госуниверситета морского и речного флота имени Адмирала Макарова. В этой профессии мне больше всего нравится то, что ты ездишь по странам, ты можешь путешествовать, и ты даже, ну, как сейчас путешествуют, копят деньги и едут куда-то. А ты здесь пошел работать и путешествуешь одновременно. Чтобы получить интересную работу, нужно потрудиться в учебе. Потенциальные курсанты с любопытством разглядывают карты звездного неба и необычное для них пока еще оборудование, которое используют как на гражданских, так и на военных судах. Автоматический контроль за курсом судна, дальше точки прохождения, изменения в связи, например, с погодными условиями, усилился ветер там или появилось сечение. То есть все на этом приборе сразу видно. Он автоматически это все учитывает. В случае невозможности исправить, он подает звуковой сигнал вмешательства вахтиного штурма. Гордость училища – навигационный тренажер. Он имитирует капитанский мостик и позволяет отрабатывать навыки безопасного маневрирования в сложной обстановке. Кстати, инструктор здесь – Игорь Викторович Волохов, тоже выпускник этого училища. Он прошел всю карьерную лестницу от матроса до капитана, но нисколько не жалеет, что пришлось сменить море на учебный класс. Одна из его целей в жизни была – преподавать именно здесь. Тот ценный опыт, который я наработал на флоте, у меня есть теперь возможность передавать ребятам здесь. И самое главное, мое достижение в моей профессии – то, что я по жизни занимался своим делом, любимым делом. Большинство курсантов осваивает судовождение. Есть еще судовые механики и электромеханики. Конечно, каждый мечтает стать настоящим моряком, но даже курсантом может стать далеко не каждый. Нужно быть лучшим в конкурсе аттестатов, разбираться в математике, физике и знать английский язык. Важно также иметь отменное здоровье. Прежде всего, это зрение, особенно цветоощущение, потому что плавание в фарватерах и особенно на реке подразумевает знание всех этих световых сигналов. Потому что надо понимать, если тебе корабль идет навстречу, какие у него огни должны быть справа, а какие слева. Только молодые люди с крепкой сердечно-сосудистой системой и без хронических заболеваний смогут получить, пожалуй, самую романтичную, но не самую простую профессию. Анна Касьянова, Юлия Степанова, Александр Борисов, Служба новостей. Таковы главные новости сегодняшнего дня. О них вам рассказали Данил Чиненов и Служба новостей. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова